Суд приговорил Бешимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, окончательно назначить Бешимбаеву 24 года лишения свободы, признать в действиях Бешимбаева согласно пункту 2 части 2 статьи 14 Уголовного кодекса опасный рецидив преступления. Бывшего министра нациоэкономики Казахстана Куандыка Бешимбаева осудили за жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой на срок в 24 года лишения свободы в учреждении Уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Его родственника Бахаджана Байджанова осудили за 4 года за укрывательство преступления. Казахский политик избил жену до смерти 9 ноября 2023 года, нанеся ей травму, несовместимую с жизнью, прямо в ресторане. Его задержали. И после ряда экспертиз, восстановления удаленного видеоубийства и общественного резонанса начались судебные заседания. На них друзья и родные Салтанат сообщали, что много раз видели на ней следы побоев и даже удушения. А сама она готова была развестись с супругом, но не успела. Я подошел к ней, схватил ее за волосы, дал ей 4 пощечины сильных, она упала. Я разделен и говорю, я опять не мог понять, да, сейчас она специально это делает или она действительно, да, ей плохо. Бывший министр не хотел признавать вину в жестоком убийстве, утверждая, что его супруга сама упала, сама ударилась, то о пол, то о бонетас. Он все же признал, что дал ей пощечины и пинал. По его словам, ему казалось, что Нукенова спала, а не умирала. Пока его жена умирала, Бешимбаев звонил ясновидящей. Та на суде сказала, что просила вызвать умирающей скорую помощь. В ходе суда выяснилось, что экс-министр систематически избивал девушку, издевался над ней и снимал это на видео. Кроме видео убийства с камер наблюдения, на суде показали и видео издевательств над девушкой, который Бешимбаев хранил в своем телефоне. Адвокатка погибшей Жанна Вразбаева сообщила, что ассурденный регулярно снимал такие видео. На суде Бешимбаев требовал от присяжных быть объективными и куманными. После того, как присяжные увидели видео с убийством и издевательствами, мужчина попросил их не быть в плену навязанных убеждений. Субтитры создавал DimaTorzok